Несчастный случай, электротравма, и тут, наверное, повезло, что, в принципе, живой остался. Все закончилось двусторонней ампутацией рук, рядом операции, реампутации. Привет, ну как будешь? Потихонечку работаем. Очень помогали ребята-однокурсники, помочь одеться, помочь раздеться, купить еду в буфете. Первые полгода выходил из дома, это был такой огромный стресс. Ты идешь, и все на тебя смотрят, и такое внимание, и у людей в глазах жалость, и какие-то еще смешанные чувства. Ну, я инвалид не потому, что у меня протезы рук, а потому что не на всех дверях есть ручка вот от такого плана, не круглая. То есть, ту, которую мне удобно открыть. Мои ограничения формируют внешняя среда. Надо немножко помочь создать условия развития, условия работы, условия функционирования. Поэтому я создал инклюзивный клуб Добровольцев, да. Очень мало мероприятий инклюзивных, где бы категории той же молодежи встречались. Ну да, у парня протезы, ну и что? Это не значит, что он не интересный собеседник или не крутой эксперт, например. Коллеги, добрый день. Добрый. Привет. Притям. Привет. Есть такая распространенная пословица, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. По-моему, очень многие произносят ее, не вдумываясь. Но объективно от того, что у меня произошла электротравма и двусторонняя ампутация рук, не сделала меня сильнее. У меня стали ограничены возможности. Я первое время одеваться сам не мог, не мог дверь открыть. И да, я больше сейчас не занимаюсь профессиональным спортом. Ну, к примеру, легкой атлетикой занимался профессионально. Да, я этим не занимаюсь. Но зато я смог самореализоваться как эксперт в социальной сфере. Это сделало меня другим. Это позволило найти другие возможности. И только это, наверное, сделало меня сильнее. Только так. В контакте сколько или в фейсбук тоже? Пока только в контакте. Надо будет фейсбук еще хватить. Там же у нас публикацию вышло. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!